Что сильнее, эмоции или интеллект? В Индии есть много невероятных историй о том, как женщины становились мистиками через простую преданность своим мужьям, потому что они не смотрели на них, как на мужчин. В Индии это было обычным делом, чего сейчас, конечно, уже нет. Когда женщина обращалась к своему мужу «с вами», и он вел себя соответственно. Потому что преданность нуждается в подкреплении. Поначалу в таких отношениях участвуют гормоны. Гормоны играют, это приводит к определенным вещам, участвуют эмоции. Эмоции тоже играют, и это приводит к определенным вещам. Но затем мужчина воспринимается как дверной проем в запредельное. Поскольку в то время все обладали каким-то опытом в духовной сфере, то они естественным образом направляли друг друга в духовном росте. И во многом благодаря этому тысячи женщин становились мистиками. Мужчины не становились мистиками, потому что они выступали в роли дверей. Тот, кто проходит через дверь, попадает куда-то. Но сама дверь никуда не попадает. Дверь всегда на одном месте. Люди проходят через нее и отправляются дальше, не так ли? В Индии очень много замечательных примеров того, как женщины становились мистиками только благодаря однонаправленной эмоции. Всего одной эмоции, которая не менялась ни на миг. Природа образования, которую вы получили, такова, что вы верите в то, что можете сконцентрировать свой ум на чем-то одном. Но вы не можете, не так ли? Да? Можете ли вы удерживать концентрацию ума на мне или на своем муже, или на жене, или на своих детях, или на Боге, или даже на своем бизнесе или деньгах? Сможете удерживать концентрацию ума целые сутки? Да? Нет. Такова природа вашего интеллекта. Если вы хотите натренировать этот ум, чтобы он мог оставаться в таком состоянии долгое время, это будет замечательно. Для этого потребуется много усилий. Но ваши эмоции способны на такое. В вашей жизни случалось, когда вы были очень сильно привязаны к кому-то эмоционально, 24 часа в сутки. Вы были сконцентрированы только на одном этом, не так ли? Случалось такое. То есть вы более компетентны эмоционально, чем интеллектуально. Я просто пытаюсь деликатно сказать вам об этом. Да? Согласны? Дамы говорят «да», для них это естественно. Мужчины не согласны. Что? Мужчина вы или женщина — это так, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Присмотритесь к себе и убедитесь в этом. Может быть, у вашей любви нет концентрации, но, по крайней мере, концентрация есть у вашего гнева. Это эмоция. Оцените накал или насыщенность. Как часто в вашей жизни интенсивность мыслей бушевала словно пламя? Но подобные эмоции у вас бывали. Не так ли? Легче придать насыщенность вашим эмоциям, чем интеллекту, потому что это потребует многих усилий. Поддержание насыщенности интеллекта требует невероятных усилий. Проблема на духовном пути состоит именно в этом. Вы концентрируетесь на чем-то одном, затем замечаете, что ваша судьба начинает выстраиваться в этом направлении. Но потом вы уходите в одну сторону, потом в другую, потом еще куда-то. И тогда то, что было выстроено, начинают разбирать само себя. Все, кто прошли программу внутренней инженерии, в какой-то момент испытали это. Когда вы только пришли на программу, было похоже, что ваша жизнь вышла на траекторию. Но затем вы начали постепенно отвлекать себя, и все было разобрано. Вам нужно понять. Чтобы полететь, вам нужно придерживаться той траектории, которую вы задали. Если вы будете поворачивать вот так, вот так, вот так... В любом случае, все мы движемся в этом направлении. Да? Нет. Все думают, что попадут туда. Доказательств этого у нас нет. А для этого доказательства есть. Да или нет? У вас есть доказательства того, что вы отправитесь на небеса? Нет. Есть доказательства того, что вы непременно окажетесь в Земле, если только вы не из тех, кто может позволить себе погребение на Марсе. Нет, нет. Вы нужны планете. Даже если вы были бесполезны при жизни, после смерти планете вы нравитесь. Да, Мать-Земля хочет, чтобы вы вернулись к ней. Пожалуйста, не отказывайте ей в этом. Когда мы говорим о преданности как о пути, люди думают, что преданность означает посещение храма, церкви или мечети. Люди думают, что преданность означает религию. Нет. Преданность означает, что вы организуете свои эмоции таким образом, чтобы они работали на вас абсолютно. Потому что только в эмоциях, только в моменты эмоций, вы прикасаетесь к самой приятной части того, кем вы являетесь. Не так ли? Да? А кто может прикоснуться к этому с помощью интеллекта? Очень немногие в мире, поверьте мне. Очень немногие люди в мире соприкасаются с приятной частью себя на уровне интеллекта. Большинство из вас прикоснулись к самой приятной части своей жизни только эмоционально. Не так ли? Возможно, самые прекрасные моменты вашей жизни — это моменты эмоций. Не так ли? Возможно, они длятся недолго. Это другой вопрос. Возможно, это недостаток управления. Вы не в состоянии управлять ситуацией так, как вам хочется, потому что ваши эмоции, ваша субъективность порабощена объективностью мира. Я хочу, чтобы вы поняли. В мире никто и никогда не управляет своим объективным миром в полной мере. Мы можем управлять им в какой-то степени. Иногда он работает на нас, иногда нет. Не так ли? Да? Иногда он работает на нас. Мы хотим, чтобы он работал на нас, но так происходит не всегда. Но наша субъективность должна работать на нас всегда, потому что она наша. Люди могут иногда работать на вас, иногда будут против вас, иногда они будут вас игнорировать. Это так? Даже если у вас невероятный любовный роман. Да? Даже если у вас невероятный любовный роман, то временами человек относится к вам замечательно, временами игнорирует вас, иногда серьезно вам досаждает. Да или нет? Так что преданность означает организацию своего субъективного таким образом, чтобы эмоциональное измерение того, кем вы являетесь, всегда работало на вас и никогда против вас. Для этого привяжите свои эмоции и оставьте их там. Судьба будет определена. Я, наверное, уже рассказывал вам эту историю. Один старый йогин пришел к горам Веллингери. Именно у подножия этих гор находится центр йоги Иша. На них непросто подняться. Они не выше двух километров, но у них крутые склоны. Ему было уже за восемьдесят. Он хотел не спеша подняться на холм, потому что там наверху есть святое место. Внизу, у подножия, сидели местные торговцы. Эти идиоты никогда не поднимались на гору. Они сидят у подножия и зарабатывают деньги. Продают всякую мелочь, какую-то еду, табак, самокрутки и тому подобное. И вот они сидят там, курят, и вдруг замечают этого йогина и кричат ему, «Эй, старик, ты знаешь, какая эта гора высокая?» Даже мы на нее не поднимались. «А ты, старый глупец, думаешь, сможешь подняться туда?» Йогин посмотрел на них, улыбнулся и сказал, «Я уже оставил там свое сердце. Остальное тело в любом случае последует за ним. Не волнуйтесь обо мне». «Мое сердце уже там. Я пойду в любом случае». Вы пойдете туда, где ваше сердце, не так ли? Вот что означает задействовать эмоции, чтобы распорядиться своей субъективностью. Оставьте там свое сердце и ничего уже не изменить. Оно там. Даже если вы смотрите по сторонам, делаете что угодно, оно все равно ведет вас в одном направлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok